МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем изучать финансовые схемы. Есть, куда стремиться и чьим примером следовать, видимо. В социальных сетях телеканала «Тюменское время» мы провели опрос среди наших подписчиков. Попадали ли вы раньше в финансовые пирамиды? Ну, давайте смотреть результаты. Нет, ответили более 80%. Да, чуть больше 16%. И состою и сейчас, и даже зарабатываю, 2%. Никита, не вы там? Не вы там? 2,74% это явно не я один. То есть, все-таки такие люди есть. Вы отвечали? Нет, да? Я, кстати, только впервые узнал об этом вопросе. Вот вы молодые. Вот смотрите, хопер-инвест, властелина, русский дом-селенка. Наверка большинству из вас, в том числе, в первую очередь вам, эти названия совершенно не знакомы. В этом списке самых успешных пирамид середины 90-х особое место занимает МММ. Господин Мавроди в 1992 году не пожалел на раскрутку своего бренда денег, поэтому Леню Голубкову в российских семьях любили как родного, а фразу «Я партнер», вот мы до сих пор ее услышим, а не халявщик, знали в каждом доме немного постсоветской ностальгии. Кооператив МММ зародился еще в 89-м. Молодая компания реализовывала иностранную оргтехнику в Советском Союзе. И после, на фоне его распада, казалась людям тем самым светлым будущим. Леня Голубков. Дорогая Рита, теперь я точно знаю, как мы будем распоряжаться нашими деньгами. Все деньги мы будем вкладывать в акции «Алла МММ». Это уже дало нам возможность. Купите сапоги, шубу. В май мы покупаем мебель, в июне автомобиль. А придем в дом. В 93-м произошла первая эмиссия акции. И в начале 94-го началась их свободная продажа. 7 февраля того года компания объявила о начале действия двухсторонних и независимых котировок. Такой подход гарантировал маржу при купле-продаже. Спрос на ценные бумаги компании взлетел. Позже появятся билеты МММ. Число вкладчиков достигнет небывалых размеров – от 2 до 15 миллионов. В том же 94-м котировки опустятся до номинального уровня – 1000 рублей за одну акцию. Мавроди арестуют, а люди соберутся на митинг с требованиями для него свободы. Истина, как обычно, посередине. Наверное. Ну, в принципе, я себя, конечно, чудовищем не считаю. Насчет национального героя – это уж судить вам. Но я, например, за собой грехов никаких не знаю. Крах финансовой пирамиды повлек за собой череду самоубийств обманутых вкладчиков. Судьба собранных денег осталась загадкой. Людям их так и не вернули. Сейчас к разговору в студии присоединяется Садыб Бальдруев, историк, аспирант Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации. Приветствуем. Как вы можете объяснить феномен МММ? Почему столько людей несли и несли туда деньги, порой последние? МММ являло собой одной из самых первых масштабных пирамид на территории бывшего Советского Союза, имеющие при этом масштабную рекламу и солидные выплаты. Тем самым можно было объяснить такой интерес населения к этой пирамиде. К тому же рекламный маскот Леня Голубков был очень близок к народу. Он обещал людям сперва сапоги, а потом автомобиль. Это были теми самыми мечтами советского простого населения, за которые они были готовы отдать все самое, рискнуть всем, что у них имелось. Популярность МММ была завязана на самом проекте или все-таки на личности Мавроди? В определенные дни, допустим, московские жители узнали о том, что у них есть возможность ездить в метро в целый день бесплатно. Это оплатила компания МММ. И подобного рода упоминания звучали часто на телевидении и в разных рекламных кампаниях. То есть, по сути, проект был подогрет изначально, и личность Мавроди уже обрела свое мироощущение, мироосознание уже потом, когда пирамида начала заново и мощно действовать конкретно, привлекая деньги от вкладчиков. Вот столько лет прошло, столько фильмов снято, столько сюжетов, аналитических программ выпущено. Почему люди до сих пор продолжают верить в сказки, которые рисуют им создатели этих самых пирамид? Пирамиды дают людям шанс поверить в то, что ничего не делая, можно заработать при этом много денег. И подобного рода целевая аудитория существовала всегда. И пока она существует, будут действовать и пирамиды. Спасибо. На связи со студией из Москвы был Сыдыл Балдруев, историк-аспирант Ранг Хиггс при президенте Российской Федерации. Мы с Никитой разговаривали во время рекламы, он говорит, что люди, которые... МММ, да? Да, 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 все верно. Люди, которые уже были когда-то пострадавшими от финансовых пирамид, тем не менее, все равно, и такие у меня есть даже в команде, которые все равно приходят... У вас уже нет команды уже? Да, сейчас уже нет. Говорили о том, что да, были потеряны средства, но вот хочу попробовать еще. То есть люди, может быть, от того, что финансово безграмотные или еще что-то. То есть есть даже такие, которые уже теряли, уже обжигались, о чем мы сегодня говорим, да? И тем не менее, приносили деньги вновь и вновь и вновь и вновь. Артем, скажите, пожалуйста, у людей сейчас очень много информации. Можно вкладываться на акциях куда-то что-то, на валюте, просыпаться ночью, потому что японская иена нормально торгуется в отличие... Даже банки постоянно присылают оповещение «Инвестируйте, инвестируйте, учитесь». Сейчас очень много инвестиционных компаний, и это является именно дочерней компанией банков. А как понять, где обманывают, а где правда? Ну, я думаю, что в первую очередь стоит посмотреть на лицензии компаний, которые вам предлагают вложить деньги. А Центробанк даже со своей стороны составил некий реестр, такой список компаний, которые замечены в нелегальной деятельности на финансовых рынках. Этот реестр есть в открытом доступе на сайте Центробанка. Вы можете посмотреть, достаточно много компаний иностранных, российских, которым уже нельзя доверять по мнению Центробанка. Ну вот, а дальше мы смотрим на регистрационные документы, юрисдикции. Если это, например, наша российская юрисдикция, в каком городе зарегистрирована компания, это ООО, ИП, есть ли у них лицензия. Даже у простого трейдера, который привлекает деньги буквально у друга и торгует на фондовых рынках, на Форексе, на криптовалютных биржах, даже в большинстве случаев у него должна быть лицензия на торговлю от Центробанка. Если компания какая-то, может быть, из-за рубежа пришла, то она тоже обязана зарегистрироваться в России, зарегистрировать свою дочернюю компанию и получить лицензию на торги. Любовь, вообще, вот если не про финика говорить, тюменцы часто с финансовыми пирамидами сталкиваются и к вам обращаются, потому что в Нефтьюганске дня три назад появилась информация о том, что в одной из финансовых пирамид пострадало, по-моему, 49 жителей города, ущерб на 30 миллионов рублей. Нефтьюганск совсем рядышком с нами. Ну, побогаче город, видимо, будет. Ну, я бы не сказала, что прям так вот введу какой-то реестр, сколько ко мне обращаются, но вообще, вот в той коллегии, в которой я состою, конечно, мы обсуждаем и такие вопросы. И люди обращаются, запросы абсолютно разные, от того, что не могут вернуть обратно деньги, и до того, что боятся идти в органы из-за того, что сами вот такое сделали своими руками. Даже такое встречается. То есть люди понимают, что они добровольно, то есть им когда объясняют, что все действия вы производите добровольно. Как говорил Никита, вы несете риски, что вы потеряете денежные средства. И это, конечно, граждан тоже останавливает. Может, где-то не особо социально активные граждане. Но у нас вот так очень прогремела, так бы я сказала, вот эта организация «Финника», вот пострадавших достаточно много. От каких-то иных организаций обращений я вот не слышала. Ну вот между тем, в первом полугодии Центробанк выявил 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности. И вот 146 из них именно финансовые пирамиды. За год их число выросло в полтора раза. Вновь обратимся к Елене Никитиной, заместителю управляющего отделением Банка России по Тюменской области. Елена Геннадьевна, а с чем связан такой рост? Как можете прокомментировать? Ну, этому есть объяснение. Во-первых, восстанавливается экономическая активность, растет интерес граждан к инвестициям на фоне отмены локдаунов и карантинов. Экономика постепенно набирает обороты. Люди уже приспособились к этой ситуации и готовы делать траты не только на самое необходимое, но и рисковать. Мошенники этим пользуются. Во-вторых, причина в недостаточной финансовой грамотности некоторых потребителей. Люди не понимают разницы между легальными и нелегальными финансовыми услугами и инструментами и ведут себя излишне доверчиво. Ну и третье – это доверие к дистанционным услугам. Многие нелегальные предложения мошенники уже перевели в онлайн. А какие потери от финансовых пирамид? Сколько люди в среднем теряют? Ну, по нашим подсчетам, люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 миллионов рублей. Но бывают, к сожалению, и прецеденты, когда ущерб от этих пирамид гораздо большие размеры. Спасибо большое, Елена Геннадьевна. Финансовые пирамиды маскируются под инвестиционные фонды, кредитные кооперативы или коммерческие проекты. Чтобы не стать жертвой таких мошенников, необходимо знать основные признаки. О них, конечно, уже сказали эксперты, но давайте структурируем. Но главный признак – это отсутствие лицензии Центрального банка. Это обязательное условие ведения финансовой деятельности. Для того, чтобы получить выплаты, человеку необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства. Но еще один признак – обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег. Если доходность выше 12%, стоит задуматься. Ну и последнее – это отсутствие собственных средств или активов. Финансовые пирамиды либо ничего не производят, либо товар не имеет рыночной стоимости. Проверить, имеет ли право компания предлагать финансовые услуги, можно на сайте Банка России. Здесь опубликован список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовые пирамиды. Ну да, мы об этом частично говорили в студии. Здесь, так скажем, обобщили. Снова давайте обратимся к блогеру Андрею Алистарову. А вот сколько, скажите, Андрей, схем обмана, хотя бы примерно, у этих финансовых пирамид, по вашим наблюдениям? Ну, как понять схему обман? Да их множество. То есть, на самом деле, все финансовые пирамиды сейчас, которые существуют, они основаны именно на криптовалюте. То есть, прием денежных средств в криптовалюте, мы выводим эти деньги потом уже в бумагу себе на карман, никто этого не видит, никто этого не определит, как мы это сделали, из правоохранительных органов, естественно. А вы там смотрите на свои цифры, которые растут за счет новых приведенных клиентов. То есть, вот так сейчас работают, а остальные финансовые пирамиды, наверное, уже никак не работают. Но если только в риэлторстве, может быть, когда обещают что-то на стадии застройки, а этой застройки и вовсе нет, да, такие тоже встречаются. Спасибо большое, Андрей. С нами на связи был Андрей Алистаров, блогер, основатель проекта «Железная ставка». Любовь, ну вот вы в самом начале нашей программы сказали о том, что вы не беретесь за дела, связанные с финансовыми пирамидами, потому что деньги вернуть нереально. Ну, неужели не было хотя бы каких-то прецедентов? Может быть, у ваших коллег, когда вложенные в пирамиду деньги после ее развала, получалось вернуть хотя бы частично? Вообще не было абсолютно практики в связи с тем, что... Вы понимаете, что можно прекрасно выиграть при наличии документов определенных, о передаче денег, фиксации, правильно выиграть процесс судебный, но при этом исполнить решение будет невозможно просто потому, что денежных средств у организации нет. Вот просто ноль на счету. И будет чудесное решение суда, но абсолютно неисполнимое. Поэтому в силу чего не берется адвокат работать с такими делами? Нам вообще по закону адвокатуры и адвокатской деятельности невозможно браться за неперспективные дела. То есть мы же осуществляем деятельность на возмездной основе. Я вижу, что человек не получит результат, который желает. Конечно, я направлю, проконсультирую, но тем не менее обогащаться за счет других я абсолютно не имею права никакого. А вот скажите, Артем, криптовалюта – хорошая идея, и биткоин вот этот появился, который невероятно себя постоянно ведет. Непонятно, что с ним там завтра будет, послезавтра. Но как-то этот вид платежей, этот вид валюты оказался вот в пирамидах, в каком-то даркнете и еще что-то. Остерегаться стоит криптовалюты или это все-таки наше будущее? Ну, само по себе, наверное, криптовалюта не опасна ничем. Это обычный инструмент, такой же, как любая другая валюта. В законе она в России или нет, но на сегодняшний день уже практически 100% в законе. Никто, правда, пока не знает, как с ней обращаться и куда отчитываться, а эти законы уже приняты на самом деле. И почему криптовалюту используют мошенники? Вот мы говорили о том, что правоохранительные органы плохо раскрывают или не могут раскрывать, или там не сформулированы законы. На самом деле сложно, потому что мошенники становятся умней. Когда Мавроди пользовался бумагой и бумажными деньгами, и можно было проследить через рукопожатие, то когда сегодняшние мошенники электронно все делают и используют криптовалюту, а это полное обезличивание, то, ну, кого ты найдешь? Практически невозможно. И это лишь инструмент. Будет он в руках хорошего человека, он принесет пользу, а здесь наоборот. Никита, вот вы говорили, что во времена, когда вы только начинали, Доронин постоянно был на связи, вы с ним общались, он такой классный. Сейчас организаторы с пострадавшими какую-то связь поддерживают, может, обещают, что нет, мы вам вернем деньги. Первое время действительно обещали. Был даже так называемый план по возврату денежных средств, о котором активно говорил Кирилл в своем инстаграм-аккаунте. У других организаторов, собственно говоря, инстаграмы были удалены, заблокированы, ну и так далее. Кирилл до последнего был на связи, пока вот его не взяли под стражу. То есть действительно даже поступали звонки от так называемой службы возврата. И действительно есть такие люди личные, которых я знаю, которым действительно звонили, но, сами понимаете, средства, конечно же, никто им и не вернул, тем более, что в ходе последних событий возвращать-то и некому, как мы уже, собственно говоря, знаем, поскольку Кирилл находится под стражей. Ну, конечно, именно по этой причине он, наверное, и не вернул. Ой, спасибо большое гостям. Будьте бдительны зрителям и не только в финансовом плане. Поговорим про здоровье в следующей части вечернего хэштега. Вирус ушел, последствия остались. С какими проблемами здоровья в первую очередь сталкиваются переболевшие коронавирусом пациенты? Укольными путями. Какую вакцину выбрать и стоит ли ограничивать себя чем-то одним? О Ковиваке расскажет разработчик препарата из Института имени Чумакова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...